Ты, как законченный эгоист, жаждешь взвалить на эти плечи совершенно непосильную ношу. Жена вечером тут как-то у соседки чай гоняла и пожаловалась ей, что у нас в поселе сейчас все без огонька. Дурная, в нашем возрасте уже любой костер погасим. Соседка дает ей книжку по Камасутре, говорит, вот сегодня же попробуйте, век не забудьте, завтра уже не оторвешь. Моя умная, пришла домой, мне эту книжку показала, я говорю, давай завтра. Она говорит, ладно, тогда давай сегодня карниз в спальне повесь. Ну уже полгода лежит, руки не доходят, ну а мне плевать, можно и карниз, лишь бы не это дело. Ну а мы если с женой что-то делаем вместе, то спорим, орем как ненормальные. Короче, я начал карниз из целлофана доставать, а соседка как раз ухо к стене приложила, думает, мы Камасутре занимаемся. Жена мне орет, ну чего ты его достал, видишь, я еще не готовая. Я говорю, так что, обратно засовывай. Он говорит, да ладно, что ты в него сцепился. Я говорю, держу, чтоб не упал. Она мне кричит, чего ты раскорячил, с кем поселить комнаты. Я говорю, я думал, что мы вместе будем корячиться. Давай подключайся, бери за этот конец. Жена говорит, я взяла, я взяла, но только не пойму, почему он весь в пыли. Я говорю, да потому что полгода лежал, никому не нужный. Она говорит, ну извини, руки не доходили. Я говорю, с тобой вообще, пока дождешься, все мхом зарастет. Соседки от нашей Камасутры уже глаза на лоб полезли. Жена орет, слушай, да он-то, я смотрю, слишком длинный. Я говорю, ты чего? Я у Иванова видал, у его короткий, некрасиво. Она говорит, слушай, а какая вообще нормальная длина для него должна быть? Я говорю, нормальная вот с подоконника и по 20 сантиметров с каждой стороны. Она говорит, не, меня бы с подоконник устроил полностью. Соседка от нашей Камасутры уже близка была к инфаркту. Я женя рул, бери его двумя руками, поднимай над головой. Жена орет, ну не получается. Я говорю, ты подлезь под него, подлезь под него. Она говорит, с этого конца держать неудобно. Тут эти добрые висюльки мешаются, разрушают меня. Что, они под руками путаются? Может вообще оторвать? Я говорю, ты что? Как это оторвать? В этих висюльках весь смысл. На них все держится. Жена орет, что? Без висюльек не бывает? Я говорю, бывает, но это извращение какое-то. Все нормальные с висюльками. Жена орет, подожди, куда ты его тулишь? Куда ты тулишь? Ты еще дырки не наметил. Я говорю, как это? Не наметил. Вот одна, вот вторая. Она говорит, что это я не вижу? Я говорю, а тебе зачем? Она говорит, как? Я же все-таки тоже участвую. Я говорю, Валя, почему он с твоего конца все время падает? Будем поднимать или пусть так висит? Она говорит, конечно, будем поднимать. Что же я под него? Головой буду биться. Я говорю, Валя, а если не поднимем? Она говорит, что мы без руки, что ли? Я говорю, только не сдавайся, девочка моя. Жена орет, да что же он такой тяжелый? У меня же руки отекли. Я говорю, да, все, уже вроде держится. Наслаждайся. И тут мы услышали, как соседку забрала скорая с давлением 350 на 280 будет знать, как чужую Камасуту.